Дальше нам нужно таким же нехитрым способом разделить нашу трубу вдоль. Итак, друзья, мы разрезали нашу трубу вдоль. Дальнейшие манипуляции будут связаны с тем, чтобы превратить ее в пластину, то есть размять ее полностью на столе, также с помощью фена. Мы получаем такую пластинку. Да, она, конечно, не идеально ровная, здесь надо будет еще подровнять, но, тем не менее, полчаса работы и получается такая штука. Итак, как думаете, что дальше это будет? Облагородим немного края и дальше будем уже заниматься самой непосредственной изготовлением самой самоделки. Забыл добавить, нам также понадобится еще дополнительный кусок трубы. В данном случае это сотка, такая же ПВХ, только серая. Дальше вы видите зачем и как. Ну и, соответственно, таким же образом не нужно распустить и превратить ее в пластину. Итак, друзья, мы, как говорится, чуть-чуть поправили наши края и ясно, что осталось доделать здесь. Также я завернул две стороны, здесь немного подпалил, конечно, но в итоге получается вот такая конструкция. И так же я сделал пластину из той трубы, так же обрезал ее. Для дальнейших действий нам понадобится вот такой черенок. Я думаю, что вы многие уже догадались, что это будет в итоге. И этот черенок нужно сейчас опрессовать, а вот этот пластик, чтобы он принял форму черенка. К сожалению, на заклепке не получается, так как довольно толстый получается слой пастика, если вместе все складывать. Просто коротковатые заклепки, поэтому я принял решение просто на болты с гайками все это посадить. Я уже думаю, что стало понятно, что это лопата для снега, соответственно, так же черенок мы фиксируем с помощью этих ВХ-пластины и болтов. И так же дополнительно крепим черенок, как обычной лопатой, просто на саморезы. Предварительно, естественно, подставив под саморез обычную шайбу. В итоге мы получаем вот такую вот большущую лопату. Да, не особо красиво изысканно, но поверьте, она очень крепкая. И буду использовать ее зимой, как скребок, для того, чтобы почистить каток на льду. А так же напомню, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. И так же смотрите, там есть ссылочки на инструменты и полезные товары, которые я так же покупаю на Алиэкспрессе, чего я вам советую. А так же не забывайте поставить лайк этому видосу, рекомендации, все дела. И, кстати, да, посмотрите вот здесь еще два старых видоса, не забудьте.